Есть актёры, которые появлялись на экране всего на несколько минут, но всё же сумели получить самый престижный приз Киноакадемии. Часто это второстепенные актёры, которые оттягивают на себя внимание лишь на несколько кадров, но история знает примеры, когда премию давали даже за небольшое количество сцен. Некоторые популярные фильмы выдерживают испытания временем, в то время как другие постепенно забываются. К сожалению, шампунь относится к последней категории. Эта сатира 1975 года рассказывает историю парикмахера, которого играет Уоррен Битти. Он манипулирует несколькими женщинами в попытке открыть свой собственный салон. В те годы фильм стал крупным хитом, заработав почти 50 миллионов долларов в прокате. Он также произвёл впечатление на членов Академии, получив 4 номинации на Оскар. Однако единственной, кто вернулся домой с золотом, была Ли Грант, которая провела на экране около 18 минут. Грант получила Оскар за игру Фелиции. Она – одинокая домохозяйка, которая пытается удержать внимание своего мужа-прелюбодея, закручивая свой собственный роман с Битти. Фелиция плаксивая, богатая, хорошо одевается и при этом похотливая и одинокая. Несмотря на то, что она провела на экране всего 17% фильма, этого было достаточно для того, чтобы произвести впечатление на Академию. Это был третий шанс актрисы на Оскар после номинации за детективную историю и хозяина, и она, наконец, выиграла свой приз. К сожалению, несмотря на то, что её работу отметила Киноакадемия, про фильм уже почти полностью забыли. Молчание ягнят – нетипичный фильм для сбора кучи наград, но он разрушил все ожидания от Оскара, став первым настоящим фильмом ужасов, взявшим премию за лучший фильм. Он был выпущен в феврале 1991-го и 13 месяцев спустя победил, оставив позади, казалось бы, более подходящие фильмы. Самое главное, что это один из трех фильмов, которые получили 5 лучших Оскаров – лучший фильм, лучший режиссёр, лучший сценарий, лучшая актриса и лучший актёр. Тем не менее, награда за лучшую мужскую роль досталась человеку, который показан в фильме лишь на 16 минут, но каждую секунду от него исходит истинное электричество. Энтони Хопкинс превзошёл Роберта Де Ниро и Робина Уильямса и выиграл Оскар за исполнение роли искушённого психопата Ганнибала Лектора. Спустя годы люди продолжают говорить о его игре и цитируют самые известные фразы. Как только Хопкинс появляется на экране, он излучает чистое зло. И пускай он редко повышает свой голос, он во главе каждой сцены, а своими не мигающими глазами и идеальной осанкой он полностью нервирует аудиторию. И пускай Хопкинс появляется только в 14% хронометража фильма, каждый пугающий кадр стоит Оскара сам по себе. После того, как Энн Хэтэуэй получила номинацию за лучшую женскую роль за фильм Рэйчел выходит замуж, она получила второй шанс взять Оскар с мюзиклом Отверженные про Францию 19 века. Хэтэуэй появляется всего на 15 минут в фильме, который длится почти 3 часа, по сути в 9% фильма, но получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана. Хэтэуэй полностью погрузилась в роль, потеряв 12 кг и срезав все волосы. Она даже начала изучать проституцию и слушать тяжелые истории современных секс-работниц. И потом сыграла это на камеру. Всякий раз, когда Хэтэуэй открывает рот, она поет во весь голос, и вдобавок к сумасшедшим нотам она раскрывает свое сердце. Она потерянная и в отчаянии пытается выжить. Она злится, очень быстро дышит и разваливается на глазах. И опять-таки это всё во время пения, а её исполнение песни I dreamed a dream невероятно влияет на зрителя. Другими словами, она определенно заслужила эту награду за то, что разбила сердца зрителей всего за 15 коротких минут. В 80-х и начале 90-х годов Ким Бэйсингер часто появлялась в таких фильмах, как Никогда не говори никогда, Самородок и Бэтмен Тима Бёртона, но в 95-м году она взяла небольшой перерыв, пока режиссёр Кёртис Хэнсон не вышел на неё. Хэнсон адаптировал неоновый роман Джеймса Элроя, Секреты Лос-Анджелеса, и подумал, что Бэйсингер идеально подойдёт на роль Линн Брэкен – проститутки с золотым сердцем, которая также очень похожа на голливудскую легенду Веронику Лейк. Первоначально Бэйсингер не заинтересовалась этой ролью, потому что ей надоело играть исключительно с сексуально привлекательных персонажей. Но Хэнсон убедил её взять на себя эту роль, и Бэйсингер сделала персонажа не просто бомбической блондинкой. Несмотря на то, что Бэйсингер появляется в фильме только на 15 минут, она на максимум использует своё ограниченное время, разделяя с Расселом Кроу интимные моменты и выдавая Гаю Пирсу мощный монолог. – Я вижу Бэйб, потому что он не знает, как Я вижу, Бэйд, потому что он отличный от тебя. Это была выдающаяся актёрская игра, которая привлекла внимание Академии и принесла ей Оскар за лучшую женскую роль второго плана. В 2000-х годах Вуди Аллен был довольно занятым человеком, снимая как минимум один фильм в год. Почти все эти фильмы были полностью забыты спустя какое-то время, и фильм Вики Кристина Барселона в значительной степени постигла та же участь. Но есть одна маленькая деталь, которая спасла фильм от полного забвения. В нём снимается Пенелопа Круз, которая получила Оскар за свою игру. На самом деле Круз выиграла сразу несколько наград за свою роль Марии Елены – пламенной и самоубийственной бывшей жены распутного художника. Она появляется лишь на 15 минут, но радует зрителей в каждой сцене. Она вызывающе говорит по-испански, безумно пытается застрелить Хавьера Бардема и целуется со Скарлетт Йоханссон. Круз была неотразима. Несмотря на то, что она конкурировала с такими актрисами, как Эми Адамс и Виола Дэвис, она победила и взяла Оскар благодаря подобным потрясающим моментам. Аллан Аркин – один из тех актёров, которые должны были взять Оскар задолго до того, как это случилось. Его номинировали дважды, и у него было немало других сильных ролей в других фильмах. К счастью, Аркин всё же получил свой заслуженный трофей на 79-й церемонии вручения премии за его роль в фильме Маленькая мисс счастье. В нём было множество удивительных актёров, но Аркин играл великого Эдвина Хувера. Он – нецензурно ругающийся старик с пристрастием к наркотикам и невероятно сварливым нравом. Но Аркин не только смешит аудиторию извилистыми словечками, но ещё и играет на струнных души в сценах, подобных той, когда он говорит своей заплаканной внучке, что она никогда не будет неудачницей, пока пытается осуществить свои мечты. Несмотря на то, что он появляется всего на 14 минут фильма, он определённо заслужил свою премию Оскар. 1976 год был невероятным годом как для актёров, так и для кинематографа в целом. Телесеть, Марафонец и Рокки показали отличную игру актёров второго плана. Но когда завершилось голосование, маленькая золотая статуэтка досталась Джейсона Робертсу за его командную игру в фильме Вся президентская рать. По сравнению с его конкурентами, игра Робертса в роли редактора Вашингтон-Пост Бена Брэдли сильно занижена. Он колючий перфекционист, который жёстко обращается со своими репортерами и бездушно редактирует их работы. Но сердце его довольно правильное. Да, он дерзкий, но он просто хочет создавать хорошие истории, которые смогли бы раскрывать всех – от простых граждан до президента страны. Робертс появляется на экране только на 14 минут, но этого было более чем достаточно, чтобы произвести впечатление на Академию. Говорят, всё лучшее приходит к тем, кто умеет ждать, и это особенно верно для Джека Пейлонса. Голливудский ветеран был номинирован на лучшую мужскую роль в 1952 году за роль мужа-убийцы в фильме Внезапный страх. К сожалению, статуэтку в том году он не взял, но получил второй шанс в 1953 году, заработав ещё одну номинацию за исполнение роли Стрелка в Чёрном в фильме Шейн. Но снова Пейлонс был лишён славы Оскара, и ему пришлось подождать ещё 40 лет, прежде чем получить это золото. Пейлонс наконец-то получил должное благодаря игре в городских пижонах в комедии 1991 года, которая рассказывает про трёх городских жителей, проводящих свой отпуск на ранчо. В их стремлении стать ковбоями, они встречают седого старого владельца ранчо по имени Керли Уошберн. – Ты видел этого человека? Это самый тяжелый человек, который я видел в моей жизни! Пейлонс появляется в кадре лишь на 12 минут, но его жёсткая, как гвозди работа, выбила ему статуэтку за лучшего актёра второго плана. Джуди Денч, пожалуй, самая британская британка в истории. Всё в ней просто излучает благородство. Так что неудивительно, что Денч получила Оскар за роль королевы Елизаветы I в фильме Влюблённый Шекспир. Несмотря на то, что она появилась на экране всего в трёх сценах, она была рождена для этой роли. Всякий раз, когда она встаёт, все преклоняются перед ней. Она командная и требовательная. Её юмор остро жалит, а слова пробирают до мозга костей. – Что ты любишь так много? – Твоя мадьяна. – Поговори, девочка, я знаю, кто я. Но под этим напудренным мощным видом скрывается женщина с любовью к театру и сочувствием к влюблённым персонажам – Уильяму Шекспиру и Виоле. Денч, по-своему смешная и сильная, появляется всего на 8 минут фильма, но мы наслаждаемся каждой из них. Сложная королевская особа и покровитель соединяются в одну роль в исполнении Денч. И её Елизавета достойна и верности, и наград. – Я думала, что ты здесь, потому что у тебя нет. В 1976 году режиссёр Сидни Люммит снял одну из самых мрачных и ярких сатир в истории кино – телесеть. Актёры в фильме играют просто невероятно, но Беатрис Стрейд вошла в историю Оскара, получив премию за лучшую женскую роль второго плана всего за 5 минут экранного времени. Стрейд играет Луизу, брошенную жену телеведущего. Когда её муж признаётся, что у него был роман с молодой женщиной, Луиза произносит душераздирающую речь, с которой могут сравниться лишь лучшие мира сего. – Я твоя мужа, блядь! И если ты не можешь уйти, я хочу пасчет для меня, чем я требую – респект и аллергия! Одновременно смущённая и движимая праведным гневом, она тяжело проходится по своему мужу, разрывая его на части, прежде чем сломаться и признать, какую невероятную боль он ей причинил. А завершение сцены – как глазурь на актёрском торте. Ей становится жаль своего мужа, ведь она знает, что его новая интрижка станет для него не меньшим горем. Стрейт появляется в фильме всего на 5 минут и 40 секунд, и до сегодняшнего дня никто не смог побить её невероятный рекорд. И велика вероятность, что она будет удерживать эту честь очень долгое время. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!